всем привет 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 добро пожаловать на мой канал мы сегодня находимся в отеле отели сети crystal crystal family resort and spa вот где мы находимся я у себя в номере решила немножко отдохнуть после гуляния по отелю пришла в номер пока чемодан разобрала пока тут сложила решила немножко полежать в общем немножко вздремнула купаться уже не пойду точно потому что время уже четыре вечера уже сейчас будет прохладно мои там где-то гуляют по снэкам ходят и еще там где-то мы таня мне пишет мам ты где давай приходи тут играть такие очереди они целые заказали пиццу и целый час ждали пока ее принесут ну я пиццы не хочу потому что уже скоро ужин пойду погуляю по отелю вам немножко покажу что да как но самое интересное к нам присоеди вот вы видели уже катя с максимумом у нас в предыдущем видео катя с максимумом приехали значит со своими двумя дочками мы значит лида с саней и тимофей и сейчас еще одна семья приехал натали сон нуром и чем у нас будет большая 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 компания и я думаю что вечером нам будет очень весело ну это им будет наверное очень весело я наверно соберусь всю детвору и пойду спать не знаю до скольки здесь мероприятия еще всякие разные еще не смотрела ну если дети захотят спать конечно мы пойдем в номер ну а если они захотят то будут тусить пока пока там не упадут потому что каникулы каникулы завтра вставать никуда не надо пусть отдыхают и гуляют до скольки хотят у них большая компания сколько их детей то у настроя у катя двое пять шесть шесть детей 6 детей представляете они друг друга развлекают им в общем всем весело пойду их искать пройдусь по корпусу покажу вам немножко отель и встретимся уже я встречусь с остальной нашей компании пойдемте вот так выглядит коридор отеля мой номер 3306 на этаже не очень много номеров но людей очень много в отеля а это вот внутренний домик он как бы состоит из двух частей отель я сейчас пойду вниз на самом нижнем этаже здесь маркетинг всякие что здесь еще есть где что всякую продают там есть еще спам и в него не заглянули это вот основной ресторан где проходит завтраки не очень большой как уютный что здесь фотографии вот такая аллейка ресторан уже накрывают столы к ужину смотрите какие здесь бассейнике водичка льется и куча народа в бассейне наверно крытом наверно он суток и с подогревом верно мы завтра в него обязательно придем завтра обещают дождь больше тут какие еще могут быть развлечения массейн хамам встретила лиду все пошли на пляж она побежала за полотенцами но я то вряд ли буду купаться уже прохладно мне с моей ногой наверное это уже вредно ой какие тут красивые растения мне очень нравится пришли на пляж я обещала с саней искупаться ну уже нет точно я не буду а он вот отчаянный парень пошел чем мы посмотрим как он там заныривать будет лида отказалась категорически все волна по это прям сильная а тут наши дети расположились вот они вот они носятся а катя айтасю столь забрала а настя как хорошо босичком по песочку что есть купающиеся он тоже наш представитель нашей компании давай саня ну смотрите вот турки купаются вон там еще саня как раз какая красота саня говорит прохладная вода ну сейчас выйдет поделиться впечатлением что линия а а а вот и а а а п а и Сань, ну поделись, как вы... В море можно купаться. Можно или... В декабре, нужно, да. В декабре можно. Ну, то есть ты вышел, никакого не почувствовал дискомфорта. Ну, вон, смотрю, вот это, вон, пара там туреческая. Ну, вон, да, классно. Они вообще прям там... Ну, только вот волна сейчас началась. Дно теплое, но теплое. Да? Но теплее, чем вода. Территория такая прям... Прям крохотная, прям... Масюхонькая. Там что-то готовят, что-то подают. А, ну вот, наверное, вот эти вот пиццы. И вот, смотрите. Буквально несколько шагов, и все. И территория уже другого соседнего отеля. Даже можно... А, даже не отеля. Это даже какая-то свободная территория. Вот видите? И типа это... Пляж общественный. Здесь вот променад. Смотрите, тут интерьерчик. Какие-то сосуды старинные. Знаете, пока не видела кошек. Обычно кошек несметное количество. За ними ухаживают, прикармливают. Кошки в Турции живут лучше, чем... Чем жители. И лучше, чем собаки. Потому что кошек в Турции очень любят. Их ценят. У меня в каком-то... Недавно вот видео вышло. И... Я там показывала, что к Мусе пришла то ли друг, то ли подруга. Ну, в общем, все решили, что это подружка. Ладно, без разницы. Ну, вот. И... Многие пишут, что ж вы не покормили кошку. Она вот пришла голодная, худющая. Никакая она не голодная, никакая не худющая. Это вот у них такая конституция у турецких кошек. Они какие-то вытянутые, худощавые, все стройные. И... Их очень хорошо кормят. Вот вы зря беспокоитесь, потому что кормят их просто отлично. У нас в Сите им там насыпают корм. И водичку наливают. И на улице прям идешь. Ну, я как-нибудь буду гулять, я вам покажу. И люди... Да я даже показывала. Эти домики кошачьи построенные. Или купленные. Готовые тут продаются. Можно его поставить. Купить, поставить. И приходить кормить кошек. Они здесь просто шикарно живут. В Турции за ними вот как раз уход. Это не наши российские кошки, которые уличные, которые брошены на произвол судьбы. Да еще, если это зима, то, конечно, холод жуткий. Так, я дошла до конца территории с этой стороны. В общем, ходить здесь негде. Ну, отель небольшой. Мне кажется, что шезлонгов здесь вполне достаточно. То есть тут не будет какой-то тесноты или толкотни. Хотя, наверное, все же имеет место быть. Вот до сих пор работают горки. Ну, что-то я уж там никого не вижу. Вода холодная. В бассейнах, конечно, вода холодней, чем в море. Что приятно. На территории установлены холодильнички. В них водичка, айран. Кому что нужно. Здесь делают гизлюме. Лепешки по-турецки написано. Написано по-русски. Турецкие лепешки. Гизлюме. Не знаю. А, с 11 до 6 вечера. Представляете? Здесь какой-то... Латтонайт. 21.30 до 7 утра. Ничего себе. Для тех, кто голодает, наверное. Это а-ля карт ресторан. Вот. Еще тут есть патисерия. Всякие пироженки. Там мороженое. Здесь лукуночки. Бутербродики какие-то. И вот такой вот огромный-огромный лобби. Зона отдыха. Не знаю даже, как это назвать. Литокс. Мирхаус. Кофе, диванчики. На улицу можно выйти. Может, там комфортненько. А после ужина здесь вот на улице, открытой территории, здесь будет скоро концерт. Ну, живая музыка. Концерт громко. Громко я сказала. Концерт. Живая музыка. Уже полно людей. И будет очень громко, конечно же. Поэтому снимать видео не получится. Мы сидим большой компанией. Дети у нас отдельно. Вот они. А мы вот там чуть подальше. У детей тут прям веселье. Теперь не будешь сидеть. Давай, дети, летим. Давай, давайте. Место потише. Вы потише себя ведите, потише. Давайте все вместе. Наше. Дискотека детская началась. Наши там пляшут. Ну, я туда не пойду. Сразу YouTube мне зарубит всю музыку. Вот они там все. Наша полно детей. Здесь, конечно, прибавляется. Началась живая музыка. Очень много людей. В баре полный бар. Как будто сезон. Вот прям как будто сезон. Соседний отель. Вот этот вот. Он там вообще пустой. Там нет никого. А здесь прям вот такая вот веселуха, движуха на дискотеке, на детской. Было столько детей. И вообще, я не знаю, просто огромное количество деток. В общем, отель живет своей жизнью. Такой, как сезон. Конечно, немножко это... Я ожидала, что будет более что-то такое релаксное, потише. Но нет. Все очень шумно. Все как обычно. Все как летом. Вот так прошел наш первый день в отеле. Уже совсем темно. Этот отель пустой. Здесь никто не живет. Видимо, он закрыт на зимний период. Там далеки море, море. А завтра мы его увидим. Утром. На рассвете. Ой, красота. Хочу с вами на сегодня попрощаться. Увидимся обязательно с вами в следующем видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok